Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, как обычно, вечером подводим итоги торгового дня. И перед тем, как мы начнем, попрошу вас поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, друзья! Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Попытаемся подумать, поразмышлять, чего нам ожидать от дня завтрашнего. Погнали, друзья! Светлана Тихановская встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсуждали они ситуацию в Белоруссии. Ну я вообще слежу за этой историей. Мне любопытно, чем она в итоге завершится. Вся эта катавасия с Лукашенко, с его переизбранием. Ну и Макрон сказал, что будет всячески поддерживать свободу в Белоруссии. Ну фактически он занимает сторону оппозиции. Сказал, что Евросоюз обязательно подключится, готовится санкции. В общем, сказал, что ждите, мы вас не бросим. Ну и вообще, мне кажется, что Макрон вот последнее время выходит на какие-то передовые позиции в Европе. И мне кажется, после Меркель он сейчас, ну точно номер два как минимум. И когда Ангела рано или поздно уйдет, она уже, в общем-то, бабушка пожилая. Мне кажется, именно Макрон займет место Меркель в таком, в качестве такого главбосса, главного старшего по Европе. И он на самом деле выглядит довольно респектабельно, выглядит уверенно. Такой тип современного дерзкого молодого политика. Ну и крайне любопытно, как он сможет помочь оппозиции в Белоруссии и сможет ли помочь вообще. Также сегодня Вячеслав Володин, спикер нашей Госдумы, сказал, что Госдума будет потихонечку переходить на удаленку. Ну вообще, все новости сегодня заполнены коронавирусом опять. И в Москве уже школы будут переводить на двухнедельные каникулы и дошкольные учреждения дополнительного образования. Тоже вроде как сажают на какой-то типа, как карантин. Ну и там и сям есть призывы к самоизоляции. Ну и, друзья, очень все это сильно сгущается, нагнетается. И Роспотребнадзор уже говорит, что ситуация сильно осложняется. Ну вот так вот, друзья. Депутаты тоже будут работать удаленных. Хотя бы некоторая часть из них. Но Володин сказал, что не волнуйтесь, не переживайте. Законотворческий процесс ни в коем случае не остановится, не пострадает. Будем работать так же эффективно, как и работали. Молодцы. Что тут скажешь, друзья? Просто молодцы. Тампа выиграла Кубок Стэнли. Вот еще любопытная новость из мира спорта. И в составе Тампы четыре россиянина, в том числе нападающий Кучеров, Ротарь Василевский. Ну вот так, друзья. В хоккее мы по-прежнему грозная сила. Этого, к сожалению, нельзя сказать про другие. Многие сферы, которые длительное время считались такими российскими. И допинг вошел в наш спорт. Но в хоккей по-прежнему наши парни впереди планеты всей. Нас уважают. И это здорово, друзья. Ну и новость, которая сегодня меня очень позабавила. Точнее даже не новость. Это была статья на РБК. И там Яндекс подготовил подборочку, что касается инвестиций, какие самые популярные запросы. Ну и там разные были запросы. И про фьючерсы, и про опционы, и про счета, и про акции, и облигации. И в каких сочетаниях люди всем интересуются. Ну, кого заинтересовало, найдете на РБК. Так все интересно все это почитать. Вообще, о чем думают те, кто, видимо, только хотят прийти на фондовый рынок. Но меня больше всего позабавила информация про интерес к курсу валют. Вот смотрите, друзья, на 100 примерно запросов, ну вот, да, чуть больше здесь, 100 запросов приходится на курс доллара. А все остальные, ну, просто в десятки раз меньше. То есть, самани, гривны, белорусский рубль, тенге, юань, фунт, лиры. И только после этого, друзья, евро. На 100 запросов по доллару лишь один запрос по евро. Вот так вот у нас евро не воспринимается совершенно как какая-то такая стабильная валюта. Ну, во всяком случае, для инвестора. Хотя я с этим не согласен. Я часть своих валютных активов тоже держу в евро. Ну, вот такой вот есть у нас, видимо, в России стереотип, что если валюта, то только доллары. Хотя, мне кажется, такой подход уже очень и очень давно устарел. Ну что, погнали на рынки. Индекс РТС в слабом плюсе на 0,11%. Индекс Мосбиржи падает на 0,42%. Второй день подряд растет золото, плюс 0,31. И стоимость тройской унции 1887 долларов. А вот нефть очень сильно валится. Юрлс минус 1,56. И цена за баррель 40 долларов 99 центов. Такая же картина по бренд. Минус 1,63 за день. И цена 42 доллара 17 центов за баррель. Америка открылась в слабый минус. СНП 500 на старте падает на 0,07%. А индекс Доу Джонса теряет 0,14%. Ну, друзья, напомню, что сегодня начинаются первые дебаты между Трампом и Байденом. Ну и, в общем-то, я так думаю, результаты этих дебатов могут значительно котировки менять. Так что до вечера еще ситуация может в Америке измениться. А в России, мне кажется, день уже коррекционный по факту. И ничего ситуацию не исправит. Ну и вот, друзья, сегодняшние лидеры в России. И на первом месте компания «Газпром Ростов-на-Дону» плюс 8,41. Ну вот, видите, инвестинг ее ставит на вторую строчку. Но на второй строчке реально «Магадан Энерго» плюс 7,12. И «Префы» и «Магадан Энерго» плюс 7,24. Также в лидерах «ДВМП» – «Электроцинк», «Русская аквакультура», «Левенгук», «Амазон» – это уже американцы. Ох, 250 тысяч уже стоит одна акция, обалдеть. «Квадропреф» и «Красный котельщик» и «Росдорбанк». А, нет, друзья, вот смотрите, уже на первом месте «Магадан Энерго» – обычные акции. Ну, давайте их тогда сегодня и разберем. Давненько они нам не попадались. Я помню, весной они часто в этих обзорах у нас мелькали. Давайте посмотрим, что случилось с акцией за последние несколько месяцев. За месяц, прошедший по акции минус 1,93, за год плюс 51,74, за три года плюс 128%. Ну и для сравнения по «Префам» за год плюс 83, за три года плюс 175. Немножко получше. Так, «Магадан Энерго» – обычные акции. Тикер компании MAJE. И 6 рублей 11, 16, точнее, копеек стоит одна бумага и сегодня прибавляет 54 копейки. Так, давайте посмотрим на показатели. Цена доход 1,75, крайне низкие значения, но это, друзья, хорошо. Компания, значит, стоит дешево. Вообще, это число многие интерпретируют как срок окупаемости актива в годах. Соответственно, вложив сейчас деньги в эту бумагу, вы окупите свое вложение менее чем за два года. Соответственно, если ПЕ, ну, условно, 20, то окупать вы в свои вложения будете 20 лет. Но это все довольно утрировано, но вот так это все можно интерпретировать. Смысл в этом. Так, давайте посмотрим на теханализ. На день теханализ за покупку. Подгружаем информацию за месяц. Активно покупать. Скользящие средние 11 к 1, технические 8 к 0. А в брокере Тинькофф-то, друзья, актива и нет. Ну, давайте в брокере открытие хотя бы посмотрим на графики. Кому надо более предметную информацию, можно покопаться на тематических сайтах. Там все данные по финансам найти. Так, вот график за неделю. Ну, коррекция была по активу. Боковик или даже коррекция, да. И вот рост случился совсем-совсем недавно. За 30 дней качели полные. За 180 дней. Вот хороший был рост с мая по июнь. И потом актив пошел вниз. Ну, и за год тоже картина неоднозначная. С одной стороны, актив вроде как проскочил коронавирус вообще незаметно. Ну, вот небольшая была ямочка, но очень маленькая. Потом был очень хороший рост. Вот как раз к 7 июня. И потом актив попер вниз. Так, общий график по компании. Ну, вообще растущий, друзья. Но вот этот пик уже пройден. И актив сейчас в таком впадающем, скорее, тренде находится. Но, видите, недооценен. Стоит дешево. Не исключено, что компанию на таких низких уровнях можно и подкупать. Но, опять же, если у кого-то нет энергетики, у меня ее очень много. Мне пока достаточно. Так, ну, информации нет. Но понятно, что Магадан Энерго это, в общем-то, региональный поставщик электроэнергии. Таких у нас большое количество в России. Ну, и акции все на разных отрезках показывают хорошие графики. Но при этом вот какую-то логику в падении либо росте каждой конкретной бумаги я лично найти не могу. Потому что мы видим, что периодически то одна выстрелит, то другая. А в какой последовательности и как этот рост поймать, непонятно. Так, давайте смотреть, что сегодня у меня. По российским активам у меня такой около нулевой результат. Минус 0,05%. Всего 530 757 рублей. Здесь и за неделю плюс 2,33%. Плюс 12 226 рублей пока. Но за месяц, друзья, минус остается. Минус 1,61. Минус 8,400. И один день у нас всего лишь на то, чтобы поправить ситуацию. Это среда. Если завтра какого-то хорошего роста не случится, то по российским активам сентябрь я закрываю в минусах. Так, за 3 месяца плюс 15% плюс 78 тысяч. За полгода плюс 29 почти и плюс 136 тысяч. Ну да, вот этот кусочек графика выглядит, конечно, круто. За полгода такую бы годовую доходность на дистанции лет так 20. Я бы жил уже где-нибудь у океана. Так, и за год у меня плюс 21,65 плюс 81 тысяча рублей. Лидер среди моих акций это полюс сегодня. Плюс 1,14. На втором месте Яндекс. Плюс 0,89. И на третьем месте Мосбиржа. Плюс 0,87. Также растут полиметалл, Ленэнерго, FXUS, АФК-система, Норникель, облигация АФК-система. И, друзья, вниз пошел доллар. Хотя в течение дня очень хорошо рос. Рос почти на 1%. До 79 дорастал. Но вот к вечеру все развернулось. Но я думаю, тут сейчас на долларе просто адская идет спекуляция. Я этим не занимаюсь и вам, если честно, не советую. Но вот кто-то, видимо, ловит вот эти графики и пытается вот эти сиюминутные колебания как-то превратить в бабло. Так, FXWO в коррекции. Интерау Сбербанк, ОГК-2, Юнипро, Россети, МТС Сбербанк, Обычка, Детский мир и лидер падения Лукоил. Продаю, скорее всего, друзья, в октябре Лукоил. Все, надоело мне это все смотреть на это все. Все, в нефть не верю окончательно. Так, давайте посмотрим, что в Америке. Начинаем с иис брокерей Тинькофф. И здесь сегодня слабенький плюсик, 0,07%. Всего в активах 168 225 рублей. Ну и часть акций падает, часть растет. В плюсе AMD, в плюсе Facebook, Intel, в плюсе Nike, PayPal и Pepsi. Остальное все падает. И общий результат по портфелю плюс 13,88% и 20,5 тысяч рублей. И второй мой счет, это фондовый счет. Здесь сегодня небольшой минус, ну такой чисто символический. Всего 165 997 рублей. И общий результат по этому портфелю минус полпроцента. Фонды ведут себя совершенно по-разному. Ну я их вот недавно прям докупал. То есть у меня было только два вида фондов. Вечный портфель от Тинькофф в долларах. И такая же бумага в евро. Но недавно я прям хорошенько тут все перетряхнул. Добавил диверсификации. Ну и пока фонды ведут себя очень разнонаправленно. Что-то в плюсе, что-то в минусе. Но, друзья, это все куплено, конечно, не на месяц, на длинную дистанцию. Поэтому я так думаю, все будет хорошо. Ну что, друзья, коррекция. Ожидаемая довольно-таки коррекция. И ничего иного я в самое ближайшее время не жду. Если бы я занимался шортами, наверное, я бы сейчас ринулся их открывать. Но я этим не занимаюсь. Поэтому просто пересиживаю. Спокойно совершенно к этому отношусь. И продолжаю докупать. В октябре у меня будет и пополнение, я надеюсь, портфеля. И некая ребалансировка. Обо всем более предметно вам, естественно, расскажу. Есть у меня кое-какие соображения. Что-то продать, что-то докупить. То есть будем немножко кое-что подкручивать. И обо всем этом, естественно, с вами поделюсь. Ну а на завтра, друзья, у меня настроение коррекционное. Думаю, что конец месяца мы закроем в минусах, как и, в общем-то, весь месяц. Ну и завтра вечером не пропустите. Буду подводить итоги своих инвестиций за сентябрь. И посмотрим, какой из портфелей удастся вывести в плюс, если вообще удастся в принципе. Все, друзья, всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондуум рынки, о пассивном доходе простым доступным языком. И учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего вечера, друзья. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok